всем привет собираюсь за тапочками домашними ну мало ли еще зачем тут мне усердно помогает кое-кто одеваться сейчас покажу кто мы уже догадались ну вот кто помогает сейчас вот эти тапочки которые мы уже зачухали заменю на новое приветствуем вас на улице уже как видите стольного града каталонского да кстати вот мне задавали вопрос не один раз как тут насчет референдума референдумы тут наверное каждый год проводится по вот этой самой независимости как индепенденции одну то есть независимость пишут везде где только угодно граффити не граффити в общем по разному но тем не менее конституцию испании насколько я слышала никто менять не собирается поэтому пока что каталония находится и остается в составе королевства испания как правильно называется это государство сегодня погода 16 градусов вот эти дни вот где-то так и держится ночью 14 12 даже вот в общем прохладновато я вот у меня верхняя часть такая легенькая даже вот где она не плотно к телу прилегает знаете так прохладновато но и в джинсах он продание их не особо как одежду люблю ног подходит в данном случае к моему верху поэтому я в них вот них сейчас тепло не то что прям холодно и об этом но в общем вы меня поняли я надеюсь а вот и пойду посмотрю где тут все продается в общем мне нужны тапочки домашние на меня посмотрю где я куплю посмотрю что интересно если что вам покажу ну как тебе мне такой тапочки тапочки очка уже их поклевала заценила новые тапочки сейчас разверну покажу с лошадями купленные на цыганском рынке цыганские тапочки ничего плохого я не имею ввиду никакой язвительный смысл при этом я не вкладываю вполне себе симпатичные тапочки птички понравились птичка на новых тапочках ну точнее она сейчас не на тапочке а на ноге у меня сидит за ними погонялась поклевала на на кстати я говорила о том что тапочки у меня цыганские но если кто не в курсе живу я совсем близко рядом с цыганским районом можно даже сказать ним это испанские цыгане они же и на рынке здесь вот рынок выходного дня субботу торгуют ну а тематика соответствующая как у наших цыган так и у них все нормально вот и кстати я в магазине ювелирные украшения видела тоже именно на цыганскую тематику так что особенности все соблюдаются как говорится так нас сейчас температура воздуха немного повысилась в принципе вполне себе нормально да кстати сейчас здесь температура вот специально я говорю для тех кто собирается вам может быть даже ниже чем в вашем регионе поэтому вот напрогнув погоду обращайте внимание в принципе когда его публикуют он вполне себе точный ну погрешности бывают но градусы вроде бы показаны верно погрешность может быть в чем вот написано что возможен дождь а может быть в этот день дождя не будет а будет просто облачно сильная вот или на будет написано облачность а может быть выпадет дождь но здесь это типично вполне я уже говорила что очень часто когда собирается здесь буквально такая облачность такие тучи нависают кажется вот-вот дождь пойдет а его нет или кажется допустим вот сегодня допустим не сегодня но какой-то день до примеру с утра солнце даже небо голубое все нормально а потом раз собираются облакам так и вроде бы их не так много пошел дождь и да еще и не маленький вот как то так поэтому обращайте внимание на прогноз еще раз говорю и даже если вы приехали и вам показалось что гораздо теплее чем у вас вашей местности потому что россия самая большая страна в мире и погода может быть самая разнообразная в разных регионах ну и плюс ко всему если вы запустим из постсоветского пространства и вот еще разнообразие добавляется так что прогноз и еще раз прогноз смотрим и убеждаемся ну я сейчас в русский магазин попробую раздобыть для своей птички новую коробку она уже старую так раздолбала что вот-вот развалится и надеюсь не будет подходящего размера если что надо будет других магазинах спрашивать если вдруг не будет магазин же сразу же избавляется от ненужной тары так скажем вдруг не избавились еще посмотрим воздух такой знаете сырой принципе дожди вот такие прошли и вчера был дождь позавчера тоже такой если вы допустим едете куда-то с перспективой поехать в горы то вполне можете за грибами сходить но местные грибы надо знать конечно первую очередь надо соблюдать правила грибников бери те что знаешь а когда сомневаешься не трогай и еще раз скажу я тоже об этом уже говорила несмотря на такое вот внушаемое телевидением мнение что европейцы не едят грибы на самом деле да кстати в ютьюбе даже у кого-то видел из блогеров но не знаю может каких странах есть в общем короче европейцы едят грибы а испанцы таких обожают безумно и собирают в лесу я тоже уже об этом говорила я видела своими собственными глазами собирали в лесу грибы вот с целью не просто так найти пособирать и позабавиться нести с собой и соответственно употребить и даже по телевидению в одной из программ там тетушки такие жаловались что вот там в какой-то местности уменьшилось количество грибов потому что туда стали часто туристы приезжать в общем все такое и там всякие неумелые грибники в общем на них хорошо палец ну ладно сейчас посмотрим что получится удалось мне вот такую коробку раздобыть кстати довольно пока что прочная вот даже видите не закреплено птичка сюда села сама произвела испытание и повернулась даже и она туда не обрушилась вот эту коробку она конечно уже там но даже проваливается сильно потрепала сейчас она там водичку пьет гречку с брусникой кушает это эти что тут творится это вы тут что на наворочили ужас вот брусник у я приобрела русском магазине как и коробку на коробку мне так далее но эта банка не от нее ну как у нас продают все знают замороженные ягоды потом вот я положила в банку в сахаре птички дала без сахара конечно здесь она на солнышке валялась загородила не вот а я сейчас поем хотел еще борща до налить до для допущей картины больше на 1 скумбрия с картошкой на 2 ну ладно а то все не съем вот но хлеб правда здешний вот что буду пить на носок потом или свой лимонад простая минералка и мятный сироп изготовленный лично мною просто мята и просто сахар и вода все вот такое вот так всем приятного аппетита тем кто сидит за столом а остальным пока спасибо что досмотрели увидимся на моем канале